Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня наконец-то снимаю видео о прочитанных книгах за два месяца, за часть ноября, за декабрь. К сожалению, у меня нет много времени читать книги, чему я очень печалюсь. И возможность читать книги у меня есть только в транспорте. Сейчас утром очень темно, нет возможности читать, вечером я уже не в состоянии это делать. И так получилось, что практически весь ноябрь я читала всего лишь одну книгу. Это книга, которую мне давно хотелось прочитать, которая стояла у меня в списке обязательных книг для прочтения. И это книга Михаила Булгакова «Белая гвардия». Эту книгу я захотела прочесть, я знала, что я обязательно прочитаю. С того момента, когда я еще школьница, я побывала в доме-музее Михаила Булгакова. Это особенное место. Во-первых, конечно же, каждый музей будет особенным, если это дом. Если ты знаешь, что писатель в нем жил, творил, писал книги, ты видел уголок, стол, за которым он сидел. И именно интерес к прочтению этой книги был тот, что он описывает события Белой гвардии, которые там происходят, именно те, которые происходили в этом доме. И ты знаешь, это окно, о котором он говорит, где прятался пистолет, ты представляешь визуально, где это. Кто же был в этом месте, это особенно. Я очень часто прогуливаюсь по Андреевскому спуску, где находится дом Михаила Булгакова под номером 13. И часто смотрю, все, мне хочется зайти в этот музей, вновь там побывать. И с удовольствием прочитала я эту книгу, я осталась ей довольна. Там рассказывается определенный исторический промежуток времени, такая вот, когда менялась одна власть на другую. И это стоит прочитать, это будет близко и понятно всем тем, кто хорошо знает русскую историю, историю Украины. И что удивительно, так это то, что многие утверждают, что книга написана по реальным событиям, которые происходили, и что те герои, которые написаны в этой книге, действительно есть прототипы этих героев в жизни. Я довольна собой, что я наконец-то прочитала эту книгу, она меня приятно порадовала, я получила удовольствие от ее прочтения. И визуально я представляла это, я даже зашла на сайт музея Михаила Булгакова и его дома, посмотрела эту обстановку, там есть такая обзорная экскурсия по комнатам, можно походить и посмотреть. Ссылку на этот сайт я оставлю внизу, кому интересно, можете зайти и посмотреть. Это интересный такой музей, где все выполнено в белом стиле таком, сдержанном, как будто время остановилось, застыло. И в декабре меня потянуло на украинских авторов, почему-то вот душа востребовала у меня украинского языка, украинских писателей, я поняла, что я за ними соскучилась, и раньше, отривенно скажу, я кроме школьной программы, некоторых книг, которые мне рекомендовали к прочтению, на украинском языке я не читала сейчас. Мне это хочется делать, и я соскучилась по украинским писателям. И, конечно же, писательница, к которой я обратилась сразу же, когда мне захотелось чего-то украинского, это Леся Украинка, наша знаменитая, которая вот её биография меня в своё время настолько удивила, настолько тронула, что нужно отдать дань ей и читать её произведения. И что я прочла, это была драматическая поэма «Бояриня», она небольшая, она маленькая, можно сесть за один раз прочитать, опять же, там смешение двух культур, украинской культуры, российской, в двух местах, опять же, на Украине происходит забытие, и в России, и как страдает эта бедная несчастная бояриня, и хочет домой на Украину. Второе произведение Лиси Украинки, которое я прочитала, это «Лисова песня». Прежде чем рассказать вам о сюжете Лисовой песни, хочу ознакомить вас с главной героиней, это Лесная Мавка. Мифологический персонаж в своём роде это лесная русалка, мы знаем, что русалки обитают в водоёмах, это такой вымышленный персонаж, вот также Мавка, это вымышленный такой мифологический персонаж, который обитает чаще всего в лесу, заботится о нём, охраняет его, бережёт его, это необычайной красоты девушка, полудевушка, полуприрода, и покажу вам в изображениях, как она у нас иллюстрируется. И по сюжету Мавка влюбляется в обычного юношу, и их история любви заканчивается трагически. Если проводить аналогию со всеми известными такими мировыми произведениями, то это я могу поставить как украинский Ромео и Джульетта. То есть я хочу вам дать понять, что несмотря на такое название, лесовая песня, ну небольшое, но это произведение довольно-таки глубокое, это не просто какая-то сказка. Мне кажется, никто, как российские и украинские писатели, красивее природу описать не могут. Вот лучшее описание, то, как воспевают природу наши писатели, ну лучшее, я не читала описание природы, это настолько красиво, да, каждые мелочи, да, она оживает, картины перед глазами рисуются, когда ты читаешь описание природы украинских и российских писателей. Если я знаю, что произведение «Леси украинский» на русский язык переводится, кому интересно, можете прочитать. И такая вторая масштабная книга, которую я сейчас читаю, опять же, украинского писателя, это Пантеломон Кулиш и его произведение «Черная рада». Опять же, у них есть такая единая нотка с Михаилом Булгаковым, его «Белой гвардией», не в том, что у книги похожи, а в том, что рассказывается в этих книгах об историческом моменте. Здесь, конечно, другой исторический момент, который еще позже происходил по времени. Это «Запорожская сечь», это «Украинские казаки». У меня всегда была эта интересная тема, всегда с удовольствием читала подобные книги и сейчас с удовольствием ее перечитываю. В принципе, натолкнуло меня желание такое перечитать эту книгу до тех событий, которые происходят у нас в стране. Для тех, кто украинским языком не владеет, советую найти эту книгу на русском языке, знакомиться с ней. Для тех, кто любит такие исторические книги, я не могу сказать, что это вот прям историческая книга, но это хорошая книга, с которой можно познакомиться. Это украинская классика, да, она входит в часть школьной программы, но она того стоит. И не зря я ее сейчас перечитываю. Еще не определилось, что стоит в очереди у меня дальнейшее на обращение. Вот у меня цель хотя бы эту книгу дочитать до конца, перечитать ее и уже дальше посмотрим, чего мне захочется, чего душа потребует. Также у меня была очередная прочитанная книга Тари Донцовой, но она не заслуживает своего внимания. Типичный ее такой иронический детективчик был, который я быстренько прочла и который особого следа у меня не произвел, но эти книги помогают мне расслабить мои мозги, чтобы они немного отдыхали, потому что к концу дня это порой необходимо. Ну что ж, надеюсь, что я не буду надолго пропадать с видео на книжную тематику. Буду очень рада, если вы порекомендуете мне какую-то хорошую книгу, которая вам нравится или которую сейчас вы читаете. Ну что ж, на этом все. Всем пока!